Какие истинные причины одиночества? Знаете, у некоторых женщин и у мужчин есть травма, которая называется страх близости. К чему это приводит? К тому, что мы можем как-то неадекватно себя вести в отношениях. Тогда, когда форма становится не очень адекватной, тогда, когда мы пытаемся поругаться или еще что-то. Поверьте, не все люди хотят жить на пороховой бочке и их такие отношения не устраивают. Наша страна очень большая и, меняя место жительства, вы можете найти себе и лучше работу, и лучше отношения. Поэтому не бойтесь перебираться в более крупные города, не бойтесь строить новую жизнь. Одиночество. Хочу любви, хочу семьи. Что не так? Почему не складывается? Ну, давайте разбираться с этим вопросом. На самом деле, когда мы чего-то очень, очень сильно хотим, мы всегда имеем возможность найти это. Знаете, как говорят, хочу в туалет, ну, мы же бежим в туалет, куда же это получается? Открою вам секрет. С любовью и семьей все то же самое. Ведь в мире так много людей, которые тоже хотят любви, тоже хотят семью и в построении здоровых отношений нет, на самом деле, ничего сложного. Нужно разбираться только в том, почему у вас не получается, почему не складываются отношения. Ну, во-первых, я вам предлагаю обязательно посмотреть мой видеоурок «Психология любви». 20 минут полезного контента, полезной информации. Для этого перейдите по ссылке внизу, оставьте свою электронную почту и подпишитесь на рассылку. Тогда вы узнаете еще больше о «Психологии любви» и сможете разобраться, что же на самом деле не так. Какие истинные причины одиночества? Знаете, у некоторых женщин, да и у мужчин есть травма, которая называется «Страх близости». К чему это приводит? К тому, что мы можем как-то неадекватно себя вести в отношениях. Например, если нам мужчина сильно нравится, то мы начинаем его педалировать, гоняться за ним, бегать, организовывать что-то и тем самым страсть у этого мужчины к вам просто-напросто пропадает. И мы не строим, разрушаем отношения, обесценивая себя. Страх близости иногда может проявляться тем, что как только вы начинаете сближаться, как только вы становитесь ближе, вы начинаете вести себя как-то неадекватно. Выяснять отношения, обижать, оскорблять, что-то там такое, говорить друг другу и просто-напросто вы расходитесь. Это нормально. Говорить о своих чувствах, говорить о своих желаниях, но при всем при этом, тогда, когда форма становится не очень адекватной, тогда, когда мы пытаемся поругаться или еще что-то. Поверьте, не все люди хотят жить на пороховой бочке и их такие отношения не устраивают. Знаете, одни слишком спокойные и предсказуемые в отношениях, другие слишком бурные, непредсказуемые и это на самом деле очень и очень пугает. Что еще важно? Причиной одиночества очень часто бывает то, что вы, собственно, ничего не делаете для того, чтобы знакомиться. Вы ходите одними и теми же дорожками, ходите на одну и ту же работу, где, возможно, ну просто-напросто нет шансов кого-либо встретить, а общаетесь с одними и теми же подругами. Ну где в этом кругу можно найти себе нового партнера? Запомните, 23 год – это год сайтов знакомств. Обязательно попробуйте новые сайты знакомств и не ждите моментального результата. Но многие думают, что зарегистрироваться – это единственное, что нужно сделать для того, чтобы отношения наладились. Нет, вы регистрируетесь на этом сайте и вы начинаете ознакомиться сами. Запомните, что когда выбирают вас, то очень сложно найти того, кто вам нужен среди них. А вот когда вы сами выбираете, то шансы значительно вырастают, потому, что вы сами выбираете то, что вам нравится и это очень важно. Какая еще причина одиночества? Кроме страха близости, кроме контрзависимости, кроме того, что вы просто не предпринимаете какие-то действия для этих шагов, бывает такое, что вы живете в каком-нибудь маленьком городке, в маленькой деревне и там просто объективно закончились мужчины. Помните, что для того, чтобы сделать какой-то прорыв в жизни, начать больше зарабатывать, начать больше знакомиться, иногда проще переехать в какой-то более крупный город. Наша страна очень большая и, меняя место жительства, вы можете найти себе и лучше работу, и лучше отношения. Поэтому не бойтесь перебираться в более крупные города, не бойтесь строить новую жизнь, особенно если вы молоды, действительно хотите любить, хотите семью, хотите отношения. Почему бы просто-напросто не переехать? Еще один момент. Очень часто мы думаем, что нас должны любить такой, какая вы есть. И часто нам кажется, что мы достойны на самом деле большего, но объективно, возможно, многое изменилось. Знаете, женщины сталкиваются с одиночеством часто после развода. И извините, 10 лет назад, когда вы были моложе, были другие мужчины, другие требования к вам, сейчас вы стали старше, сейчас вы, возможно, стали более скучный, не такой модный, не такой интересный в постели. И потенциальные женихи, знакомясь с вами, выбирают кого-то другого, а не вас. И да, это больно осознавать, но, может быть, имеет смысл начать совершенствоваться. Хотя бы начать совершенствовать техники секса – это самое простое, это что дает максимально быстрый, крутой результат. Ведь повышая свою сексуальность, вы сразу повышаете свой рейтинг невесты. Конечно же, имеет смысл развивать себя, развивать свой интеллект, учиться, познавать что-то новое, куда-то ходить и получать новые впечатления. Так вы сами по себе становитесь более интересным человеком. Ну и, естественно, помните, что мужчина, как бы там ни было, смотрит на то, что есть в вашей жизни. А насколько вы сами реализованы? Насколько вы сами умеете зарабатывать деньги? А что у вас, собственно, на самом деле есть. И помните, что для того, чтобы без приданного удачно построить отношения и выйти замуж, нужно приложить серьезные усилия. Вы в отношениях должны быть более комфортные, в постели, а следите за собой своей внешностью и явно выглядеть моложе, чем вы есть. Ну и да, это неприятно осознавать, но если вы пребываете в одиночестве, это значит, что ваши потребности сильно выше вашего внутреннего содержания. Но это не значит, что вам теперь нужно соглашаться на мужчин, которые вам кажутся недостойными. Нужно повышать себя до уровня тех мужчин, с которыми вы хотите начать встречаться. Ну, а это я вам помогу сделать. Обязательно подписывайтесь на мою рассылку, подписывайтесь на мои вебинары и будем разбираться с основными причинами. Ведь одиночество можно побороть, особенно, если вы в компании с Федоровой Екатериной, вашим чутким психологом. Жмите на колокольчик, ставьте большой жирный лайк и пишите внизу в комментариях, почему вам кажется, вы или ваши подруги одиноки. Давайте расширим этот список и будем лучше понимать, что на самом деле происходит.